И снова здравствуйте, всем привет! Итак, давайте теперь рассмотрим, как можно сделать, значит, постоянную анимацию кручения колес, вот это все, как ее называют, всех вот этих вот причин, да, вот этих вот на поезде, да, и чтобы поезд вроде как бы начинал движение. Так, тройка на нампаде, давайте сейчас чуть-чуть, это поезд, значит, скачанный, я сейчас его немножко доработаю, так, выбираем колеса, так-так-так-так-так, что-то не попадаю, значит, вот на эти, на большие штуки, это значит пока аж, потом стойки вот эти, тоже пока аж скроем, ну а вот это все нужно объединить, так, аж, пока, значит, железную дорогу уберем, выбираем все разом, вот так вот. Так, свет, значит, сразу тоже аж, выбираем весь паровоз и, значит, последнюю какую-нибудь деталь, делаем Ctrl-J, чтобы это была, ну, цельная такая, цельный мэш. Так, теперь Alt-H, возвращаем все назад, отключаем, значит, камеру, отключаем тоже свет, где он тут у меня, Empty, отключаем. Так, нужно доработать немножко одну сторону, так, вот эту сторону, так, это у нас, значит, что, у нас должны быть стойки, стойки здесь отдельно, а эти стойки у меня привязались, я их с той стороны привязал, сейчас зайдем в Edit Mode, вот, и, значит, какая штука, вот так вот сделаем, английская L, так. Вот так мы их все поубираем. Нужно, чтобы все тут выбралось, вот это. Так, стойки, почему эта стойка у нас ценная, как, Ctrl-Z, так, это Delete Vertex, что у нас тут еще, вот это, да, штукатура. Плоховато все это дело выбирается, так, это, значит, тоже выбираем, чтобы не оставалось никаких артефактов. Так, это у нас идет тоже Delete. Так, и нужно найти вот эту стойку, почему она, вот эта стойка, непонятно, к чему она тут пришторопленно. Так, а ну а с той стороны? Так, 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 так. Ну, в принципе, что, пойдет. Энт панель, опять же, скринка с кейс, чтобы вы видели, что я буду нажимать. Так. Закрываем, тройка на нампаде, и какая штука. Значит, что, нам нужно сделать вот эту часть, чтобы, значит, она крутилась. Что сделаем? Сначала выставим колеса, чтобы у нас, видите, вот эти вот части, нижние, были все внизу. Следом, выберем нашу вот эту стойку, мы ее, значит, поднимем кверху. Так, а ну-ка. Какая тут стойка, куда? Так, вот эту стойку опустим вниз. Подгоним ее сразу к нашим ходовым вот этим стыкам, где вот эти вот наши нижние болты. Потом, вот эта часть у нас пойдет куда? На растяжитель, пускай, да? Мы ее сейчас немножко, так сказать, уменьшим. Так. Ну, как-то так. И здесь ее ровно поставим. К ней теперь подгоним вот эту вот запчасть. Так. G английская, прям к стыку. И, значит, куда она пойдет? Она пойдет у нас можно ее на третье колесо кинуть или же, значит, на второе. Я ее хочу кинуть на второе колесо. Так. Раз она на второе колесо идет, значит, еще поменьше. Так. И перекрутим ее на нашу вот эту вот запчасть. Установим так, чтобы она цивильно поровнее было по центру. И что у нас получается? Смотрите. У нас получается часть, которая будет ну, типа, работать на компрессию. Туда-сюда ходить. И одна часть, которая будет крутить колесо. Так. Что теперь сделаем? Добавляем Shift-A. Добавляем первым делом, что арматуру Single Bone и выставляем арматуру на InFront ViaPort Display. Так. Прозрачность. Заходим в Edit Mode и английская А. Выбираем кость с помощью Moff. Так. С помощью Moff давайте ее перетащим вот под нашу вот эту болванку. Поднимем ее. Теперь выберем верх кости. Делаем G. Выставляем ее ну, где-то вот таким вот образом. Поравнее. Потом вторая кость у нас уходит на E на растяжитель. вот на эту запчасть. И вот эта кость значит еще одна уходит на нашу вот эту толкач. На нашу деталь. Теперь английская А. Давайте чуть-чуть все это дело приподнимем. Еще немножко отрегулируем. Вот таким вот образом. Смотрим, чтобы у нас вот здесь вот стык прям хорошо стыковался. Все пристыковано. Все нормально. все установлено. Следом заходим в Object Mode. Тройка на нампаде. Shift A. Добавляем значит M-ки и добавляем план вот этот Pine Axis. Этот Pine Axis устанавливаем на колесо самой нашей вот этой детали. Axis значит M-ки вяжем Ctrl P Object колесу. Ctrl P Object Keep Transform. Потом что у нас получается? Так если сейчас зайдем значит в этот Post Mode настроим вот эту косточку на Inverse Kinematic. Так добавим Constrain подождите настроим на Constrain кость на Inverse Kinematic и привяжем ее вот к этому Axis к нашей первой Empty. Так следом что выбираем вот эту косточку заходим в настройки кости находим Inverse Kinematic и значит X Stretch ставим на единицу а вот эти все функции блокируем и то же самое делаем второй косточке единица и блокируем вот эти все значит оси зайдем в Object Mode выбираем колесо выбираем Transpose и попробуем его покрутить ну вот видите как у нас ходит наша вот эта запчасть не забываем делать Ctrl Z если что-то значит вы меняете следом что следом мы привязываем так смотрим привязываем вот эти детали сейчас вот эти детали значит к нашим костям выбираем вот эту деталь через Shift значит кости в Post Mode выбираем вот эту косточку и делаем Ctrl P Bon заходим в Object Mode тут теперь нужно выбрать где она у нас находится вот она так вот эта деталька опять же кости заходим в Post Mode и выбираем уже вот эту кость Ctrl P Bon так заходим в Object Mode покрутим наше колесо еще раз так теперь можно Ctrl Z и значит отключить видимость костей и посмотрим как это все дело работает ну вот вы видите что штанга вытягивается да можно ее потом еще а не все нормально много не вылазит Ctrl Z все это дело возвращаем теперь что нам понадобится Shift A добавляем еще одну арматуру Single Bon опять же ставим ей Infront подгадываем ее подтаскиваем так куда мы подтаскиваем подтаскиваем ее к нашей стойке нижней и заходим в Edit Mode теперь английская A поднимаем вот до этого уровня вот смотрите вот до нашей гайки чуть-чуть тут выравниваем все ну чтобы по болту попала тройка на нампаде если вдруг выравнить надо вид так теперь G ставим на край второй вот этой значит вот этой части нашей на вторую гайку так следом добавляем Shift A так это я в Edit Mode Ctrl Z Ctrl Z заходим в Object Mode добавляем Shift A опять же Mки Pipeline так и подставляем этот же значит эту Mки к нашей вот этой тоже гайке и вяжем вот эту значит гайку ну в смысле Mки да на чем мы ее завяжем мы ее завяжем на вот этом колесе Ctrl P Object Keep Transform так а вот эту кость привяжем значит так к этому колесу Ctrl P Keep Transform теперь зайдем выберем кость и настроим ее на Inverse Kinematic тоже так или в принципе нет на Inverse она не будет настраиваться так сейчас проверим мы ее привяжем пока значит вот эту вот нашу нижнюю стойку вот эту вот вот она привяжем к этой косточке так через Shift выбираем значит Post Mod и вот к этой косточке вяжем Ctrl P Boom так смотрим тройка на нампаде что нам это дело теперь дает если мы покрутим вот это колесо то у нас ни шиша не выходит так нужно теперь настроить вот эту кость и так настроим теперь нашу вот эту вот косточку значит на Constrain так это что у нас будет Post Mod добавляем Constrain Inverse Kinematic и значит назначим ее на нашу Empty вот эту так все это дело настроено на вторую Empty мы настроили привязку вот этой кости теперь вот когда мы крутим видите все вот поднимается у нас вот эта кость и она настроена на первую нашу вот эту косточку вот получается если теперь будет крутиться и вот это колесо то будет все нормально передвигаться так ну сначала нужно что настроить вот одно колесо на кручение правильно наверное правильно так что мы можем сделать в принципе ну если значит не настраивать ему вот этот constraint трансформацию что нам понадобится мы можем крутить вот это колесо просто и все будет у нас значит за ним следовать просто при анимации пропишем это колесо так ну все вроде бы нормально это привязано то привязано теперь значит выбираем первое колесо и назначаем ему constraint так какой constraint мы ему добавим constraint copy rotation когда будет крутиться наше второе колесо эти все колеса будут повторять его значит движение так следом что выбираем это колесо опять же настраиваем copy rotation на второе колесо потому что повторюсь что колесо второе у нас будет именно управлять всеми колесами ну и вот это тоже колесо на вот это колесо теперь смотрите если мы будем крутить одно колесо то у нас все стойки вся вот эта штука значит будет крутиться и мы можем сделать анимацию поиск когда начинает ехать да можем вот это вот значит второе колесо настроить на мки и заставить просто крутить мки допустим да там прописывать кручение или просто можем прописать кручение значит колеса ну сколько нам надо так теперь что нужно теперь вот эти колеса все в принципе как анимация если будет на месте происходить то можно и не привязывать но давайте сделаем привязку через shift выберем все колеса сделаем control пи пусть будет object keep transform так все колеса настроен теперь на так origin to center to mass чтобы не болтыхались они у нас как ну чтобы все хорошо крутилось правильно так есть такое дело теперь что у нас получается у нас получается что нужно привязать вот эти кости вот эти кости к чему нибудь давайте выберем одну косточку так эти уже вот эта кость она уже привязана значит на м и колесу тут не надо ничего а вот эту штуку можно привязать к телу нашего этого паровоза значит находим что у нас получается выбираем паровоз выбираем наши кости и заходим в по смот и привяжем вот эту косточку значит к телу паровоза ctrl p пусть будет это бомб так все это значит вот вот эта настройка именно для того чтобы по пути пускать наш значит паровоз как ну не двигать его как танк допустим чтобы он там колеса двигались он будет пускаться по пути или будет анимация на одном месте чтобы было типа ну как вот едет паровоз как будто к ней прикреплена камера и все тут чтобы двигалась там требышала да так что тут еще ну теперь аж отключим наши вот эти все детали и кости и что нам нужно сделать нам нужно вот эти все запчасти вот эти все стойки все это выбрать и значит где она там еще одна это запчасть шатун так тройка на нампаде я не вижу аж вот вот эти все части нам нужно перекинуть на ту сторону делаем шею в д мира x глобал и откидываем ее на вот эту часть ну тут еще в чем косяк смотрите тут у нас колеса в одну сторону сможет да а здесь колеса сможет другую вот это не есть гуд так да это не есть гуд мы сейчас поработаем над колесами выберем колеса зайдем так это придется каждое делать ну давайте делать каждое делать получается выбираем колесо заходим в edit мод так вот здесь мы уже опять же отделить будет ее проблемно да что такое и как это и с чем его едят так делаем L ну ка получится так отделить вот опять же делится очень плохо получится что можно не выбрать какие-то детали да так или настраивать другую сторону на другие кости но это тоже не есть хорошо это будет интересно да и вот получается у нас ребра я тут не могу сейчас добавить потому что тут сетка другая и получается если я сейчас буду добавлять значит лупкаты то лупкаты не будут резать так если английская ка выбрать нож и попробовать ножом вот так отсобачить enter так а тут тоже неудобство так ка английская enter и значит к английская enter ну вроде бы как отрезал да теперь если мы выберем полностью наш вот этот каток и сделаем допустим delete вертиксы и в принципе что получается и то же самое нужно сделать с каждым колесом или 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 нужно было это делать сразу я тоже сразу не подумал не посмотрел и перекрутить их вариантов нет так семерка на нампаде опять же заходим ну что я сейчас на ускоренном все это сделаю все это Итак, колеса отделены. И теперь что нужно сделать? Нужно сделать mirror. Так, это заходим в модификаторы, находим mirror. По отношению к железке, да? Ну да. Применяем apply. Продолжение следует. Так, теперь смоем, что у нас получается со стойками, со всеми вот этими деталями. Так, чуть поближе. Теперь что еще? Вот эти вот запчасти смотрим, куда, чего. Ну, в принципе, что, нормально. Тут бы еще одну деталь добавить, чтобы вот здесь вот как бы на кося она шла, да? И состыковалось вот с этой толкачем. Но не суть вопроса. Так. Alt H. Возвращаем все на место. Вяжем трубку тоже. Ctrl P. Пускай или Ctrl J или Ctrl P object. Ну, чтобы была привязана к нашему этому паровозу. Так, и как это все будет работать, да? Смотрите. Теперь. Если мы будем крутить, ух ты. Ctrl Z. Ctrl Z. Что у нас получается? Зеркалку я сделал и получается, что теперь нужно все перевязывать, да? Так, а ну-ка. На эти колеса нет, а вот на это колесо, что тут у нас? На нем ничего не стоит. Но если мы его сейчас будем крутить, то получается у нас что тут? Скайл, да? Так. Пробуем, как это первое, значит все привязано. Вот это Empty вяжется к этому колесу, Ctrl P, Keep Transform. Это вяжется к этому колесу, Ctrl P, Keep Transform. Так, эти все под обжиг там. Так, Ctrl Z. Теперь вот эти вот с этой стороны. Вот эта стойка, значит тоже вяжется. Ctrl H. Так, погодите. Alt H. Вот эта стойка вяжется к этой косточке. Теперь POS MODE. Контакт. Ctrl P. Boom. Так, эта вяжется к этой. Так. 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 Тройка на нампаде. Перевязка прошла, но... А, почему он увеличивается? Потому что я вот эту косточку привязал. Alt P. Clear Parent. Вот. Ее нельзя было привязывать. Потому что она... О, не поэтому. Так, а почему? Так, 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 так. Что у нас тянет? Это кто-то к чему привязался. Не понял. Так, так, так. Отвяжем колеса, значит, от нашего танка. Ctrl. Alt P. Clear Parent. Проверяем. Ctrl Z. И отвязываем, значит... Я вроде отвязал вот эти колеса. Ну, в смысле, это... Ость от паровоза. В принципе, увеличивать не должна. Она все равно увеличивает. Так, так, так. Alt P. Clear Parent. А ну-ка, пробуем дальше. Все. Значит, колеса мы не будем привязывать к телу, значит, нашего вот этого паровоза. А, сделаем Shift A. И, значит, что сделаем? Добавим M, добавим... Давайте, куб. Сделаем S. Прибавим. Вот здесь вот здесь вот подставим. Можно даже вперед вот сюда вывести. И, значит, вот это все. Колеса вот эти вот наши полностью кости. Привяжем к этой M. Так, тройка на нампаде. Если теперь мы выберем наш куб, то мы можем эту пару, значит, всю передвигать. Ctrl Z. Ну, и вот этот паровоз привяжем к Ctrl P. Object. Проверим, как у нас колеса будут работать. Все, ничего не тянет. К пустышке все привязано. Теперь вот эта пустышка будет полностью у нас все это дело передвигать. Вот. Так, еще одна трубка у меня осталась с этой стороны. Вот. Так. Где она? Ctrl Z. И вот на таком простом, значит, лиге можно что делать? Можно делать анимацию, как будто пояс начинает свое движение. Вот. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Потихоньку-потихоньку. И потом его пустить, ну, допустим, по пути. Так, следом, что у нас получается? Нам нужно вот это все Ctrl Z, Ctrl Z. И, значит, вот на это первое колесо настроить вот эти пары. Значит, добавляем вот эту пару и добавляем Copy Rotation. И жмем на второе колесо. Вот она тоже крутится, Ctrl Z. Так, а ну-ка. Вот эту, значит, можно уже настраивать Copy Rotation, значит, на это колесо. Уже без разницы. Сделать Set Origin 3D в геометрии, чтобы они не плясали. Так, опять же, Set Origin 3D в геометрии, чтобы они не плясали. Так, и смоем. Если сейчас мы будем крутить вот это колесо. Все, все колеса у нас крутятся. Паровоз полностью идет. Так, все это понятно, все это сделано. Так. Это вот первый вариант, чтобы сделать именно как начало движения. Вот если мы сейчас сделаем прокрутку, допустим, вот пропишем, так, что у нас тут, и Lock Rot. Вот именно одно колесо прописываем. Кости нам, в принципе, не понадобятся. Они будут за собой все это дело тянуть. И, допустим, потихоньку он, да, разгоняется. Так, тэн, 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 где-то вот так, хоп, и Lock Rot. Вот вы видите, что у нас прописалось, значит, вот это вот движение. И вот паровоз потихоньку, значит, начинает свое движение. Вот. Потом, значит, на каком-то кадре еще... делаем прокрутку как побольше ну так можно дальше прописывать вот это включение все нормально следом что у нас получается если нам нужно сделать движение паровоза уже на крайняк выбираем вот эту м ки так вот эти вот все вот эти части значит мы вяжем брючки control object а вот эту значит запчасть привяжем к нашему паровозу control и обзорки transform если сейчас мы м ки выбираем то он крал зет остался у нас уголь можно делать control джей все крутится все вертится и на первом кадре значит прописываем английская а и о крот а где он вот это разгоняется да выбираем empty нашу и протягиваем на какое-то расстояние все прописали вот он начинает движение вперед без всяких заморочек все работает с прокрутом даже вот раз на месте все вот такая простая штука простой рик не надо там его тянуть потом куда-то добавлять какие-то там пустышки настраивать чтобы он на протяг работал просто нужно его описывать пары и пары потом подгадывать под движение поезда это вот как первый вариант так все это сейчас сохранил файл с с и следующий вариант когда несется паровоз значит у нас полностью значит на скорости то у нас здесь уже по простому делаем как по прошлым роликом выбираем значит просто наше первое колесо и добавим ему значит так это он крутится по какой оси посмотреть n панель или в ротации по игре куда им control z и добавляем сюда драйвер это получается на английский переходим решетка фрейм фрейм и угла укосина значит вот вправо да и ставим где-то 10 и вот у нас постоянная скорость все поезд поехал задние колеса крутятся можно его пускать по пути без всяких заморочек да вот эту штуку оставляем и поставим значит что у нас тут вот это делить простой фрейм где-то ну пускай будет на 3 это скорость вообще побольше можно на двойку поставить и увидите что все крутится все замечательно можно теперь делать железной дороге путь и пускать этот паровоз по пути но это именно для индиана джонса сама то и подойдет вот у него и задние колеса тут крутятся он они оси хребты тут всякие вот прикольно добавляем туда туда и все будет нормально еще под паровоз качать вот этот старинный не нашел я но вот этот более-менее паровоз прикольный я его скачал на скетч фабе значит для эксперимента вот этого вот чего действуя почему подошел у меня да потому что у него вот эти стойки вот они которые мы привязывали вот они отдельно и можно ими регулировать и более-менее вот с этой значит баклажкой можно куда спрятать этот поршень так ну вот такая штука все всем пока до свидания так да он да да да